Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас экскурсия по Bosphorus International College. Колледж находится в городе Нордхэмптон, расположен в нескольких зданиях. Сегодня мы быстро погуляем по всем. Снимать студентов категорически запрещено, поэтому мое видео, как всегда, будет прерывистым и неполным. Поэтому сделаю все, что смогу, обещаю. Это парк напротив школы, в котором студенты школы занимаются физкультурой. Погодка сегодня выдалась солнечной, но тем не менее холодно еще. Сейчас мы идем в другой корпус колледжа. Колледж, скажем так, разбросан по району. И для того, чтобы перейти из одного корпуса в другой, нужно пройти по обычной улице. То есть, они между собой не соединены никак. Вот одно из зданий колледжа. Вокруг ходят студенты, которые идут на занятия. То есть, это такой формат городской школы. Позже нам покажут проживание. Говорят, городок небольшой. Соблазнов для студентов мало. Ребята могут только учиться и ни на что не отвлекаться. Посмотрим. Еще одна часть школы. По-видимому, куда мы и направляемся. То есть, вот примерно так вот выглядит городок. Ну, это предместие городка Нордхэмптон. Экскурсия наша сейчас плавно переходит в один из домов, где живут студенты. Как видите, дом находится через дорогу от одного из учебных корпусов. Что, в принципе, удобно. Это дом для девочек. Это их столовая, гостиная. Это комната отдыха. Большая гостиная. Эти девочки проводят свое свободное время. И сейчас нам покажут жилые комнаты. Комната на двоих. Без удобств. Сейчас нам покажут другие варианты. Общежитие расположено в здании бывшей гостиницы. Тут название сохранилось. Это как бы второй корпус общежития. Состоит из таких вот отдельных комнат. Это главное здание общежития. Это отдельные комнаты. Здесь комнаты уже более современные и удобные, что ли. Удобство в комнате. Небольшая комната, но, как говорится, своя. Глянем другие варианты. Такой великолепный вид из окна. Пойдем в дом для мальчиков. Осмотр домов закончили. Дом для мальчиков нам не показали. Сказали, что он примерно такой же. Я думаю, что это из-за того, что там не совсем убрано. Ну, как обычно у мальчика. Сейчас идем смотреть учебные помещения. Это типичный класс в колледже. Количество детей примерно 8-12. Искусство, как говорят, популярный предмет в колледже. Наверное, символ студента, который готовится к экзаменам. Это вот дом, в котором живут девочки. Прямо через дорогу. Сейчас мы идем в соседнее здание. Второй учебный корпус колледжа. Учитывая то, что дома все находятся в 5-7 минутах ходьбы от этих двух зданий, то большая часть жизни студента этого колледжа проходит вот на этой улице. Кафе для студента проводит свои перемены. Компьютерный класс. Школа находится в здании бывшей церкви. Вот как они решили сохранить старину. Сюда, наверное, приходят студенты помолиться перед экзаменами. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы обратно в кафе. Субтитры создавал DimaTorzok